Айдай, айдай, айдай. И сюда. Запах свежескошенной травы, просторные зеленые поля, чистые реки и свежий воздух. Для жителей каменных джунглей во время пандемии это скорее предмет мечтаний. Для фермеров повседневная реальность. Пенсионер Зайнула Бакаев занимается сельским хозяйством практически с пеленок. Сейчас у него своя небольшая ферма, где работают его жена, сыновья и внуки. Мужчина разводит бычков, лошадей, свиней, баранов и птиц. Одним словом отдается любимому делу на все 100%. Его сыновья выращивают траву на сено и подсолнечник в полях. Выращивают скотину. Зайнула признается, за год ему удается производить до 10 тонн мяса. Но основной источник дохода все-таки дает земля. Сейчас вот единственное у нас в христианском хозяйстве это высокопредитабельный подсолнечник. Вот она отдает какой-то доход. Вот у меня 500 гектар земли. Работаем на этих полях, корма сами закодавляем. Жизнь деревни совсем не похожа на городскую. Люди здесь привыкли к тяжелому физическому труду. Они встают с восходом солнца и работают до позднего вечера. Утро в деревне начинается очень рано, ведь уже в 5 часов фермерам нужно накормить бычков, свиней и домашнюю птицу. А после этого они отправляются в поле. Недавно к Зайнуле приехали внуки. Они перебрались в деревню к дедушке из-за пандемии коронавируса. Старшая Делиара решила пойти по стопам родственников и поступила в аграрный университет. Сейчас девушка занимается домашним обучением. Одним словом, постигает науку не только в теории, но и на практике. Нам присылают задания в электронном виде, также в электронном виде мы их отправляем. У нас есть своя система оценок, по которым потом позже будут выставлять нам зачеты, и уже в следующем будет сессия. В семье Бакаевых все профилактические меры соблюдают и пользуются средствами индивидуальной защиты. Бакаевы уверены, если ты твердо стоишь на земле, то есть живешь и работаешь на природе, никакой вирус не страшен. Работа на земле дает силы и вдохновляет на творчество. Это самодельные баги, которые собрал мой папа и мой брат. Собирали они его зимой, очень довольно-таки продолжительное время. Сначала он, конечно, был с двумя педалями, то есть там был просто моторчик, а сейчас они сделали его на газу. Здесь пять скоростей, все это переключается, ездит прекрасно. Когда отец работает в поле, девушка сама садится за руль и отвозит ему обед. Пандемия не нарушила привычный ритм жизни семьи Бакаевых. Человек, который работает в Самарском крае, способен побороть любой вирус. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ